МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе состоявшейся в Витебском горесполкоме встречи подписан договор о сотрудничестве. Самая главная цель приезда – не просто подружиться власть с властью, а с тем, чтобы уже предприниматели и руководители предприятий вышли на взаимовыгодное сотрудничество. Предлагая нам меха и оленью шкуры, рыбу и другие товары, интерес гостей направлен на качественную продукцию витебских предприятий. Меховые изделия и обувь, телевизоры и ковры, сельхозпродукция, привлекателен ассортимент мясокомбината, открытого акционерного общества «Молоко», комбината «Витьба», ликера водочного завода. Продукты и товары из Витебска будут востребованы в Белоярском районе. Строится торгово-развлекательный комплекс, где будет 70 магазинов. И уверен, что есть уникальная возможность вашему товаропроизводителю без посредников напрямую этот товар предложить нашему покупателю. Тем более покупательская способность неплохая. Учитывая это, точек взаимодействия находится много. И не только в секторе экономики и торговли. Витебская сторона намерена предложить свои услуги в строительном деле. Сегодня большой интерес у наших строителей. Вызвали те предложения, которые сегодня предлагают белоярцы. Идет богатейший край, богатейший район. Надо его осваивать, надо строить и дороги, и объекты промышленные, и жилье, и прочее. Мы готовы здесь предложить, начиная от столярки, о чем мы сегодня говорили, по уже конкретным предприятиям, организациям, та же фирма «Экспресс» и другие сегодня уже пробные партии поставляли в Белоярске. И мы эти темы будем развивать и дальше сотрудничать. Взаимные интересы обе стороны видят также в образовании, культуре, спорте, туризме и оздоровлении. Эти направления особенно должны быть привлекательными для подрастающего поколения и молодежи. В этой связи начальник управления по местному самоуправлению администрации Белоярского района Евгений Буренков вручил председателю молодежной палаты Витебска Евгению Стодольнику официальное приглашение посетить город Белоярский для подписания договора о сотрудничестве. Не наша инициатива, сама молодежь написала обращение к вашей молодежи с тем, чтобы и они вышли на тропу сотрудничества, обменяться делегациями. Уверен, для молодежи будет очень интересно куда-то съездить. Вот это тот уникальный случай, когда жителям Витебска детворе есть возможность посетить крайний север, а поверьте, есть там что посмотреть, и нашим белоярским детям будет уникальная возможность приехать в Витебск. Договоры о сотрудничестве объединяют витебчан еще с 8 городами России, открывая тем самым широкие возможности к налаживанию и развитию всесторонних связей. Товарооборот между Витебском и регионами России за 2015 год – более 582 миллионов долларов. Подписание договора между Витебском и Белоярским районом – это первый шаг к взаимовыгодному сотрудничеству. Руководство обеих сторон в ближайшем будущем планирует подписать договор о побратимстве. Проект «Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению или энергоэффективность в школах» – это модернизация зданий, внедрение новых технологий, использование возобновляемых источников энергии, а также территориально ориентированный подход к формированию сознания по энергосбережению в учреждениях образования Республики Беларусь. Проект финансируется Евросоюзом, исполняющей организацией является Организация Объединенных Наций, а Национальное исполняющее агентство – Департамент по энергоэффективности госстандарта Республики Беларусь. Данный проект демонстрирует эффективность по энергосбережению на демонстрационных площадках учреждениях образования Беларуси. В нашем городе таким объектом по итогам конкурса стал Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени Шмырева. Необходимо отметить, что отбор для участия в этом конкурсе был очень и очень серьезный. И в результате такого кропотливой работы анализа состояния объектов и возможности внедрения этих новых технологий, потому что хотелось бы, чтобы весь комплекс новых технологий был внедрен на одном объекте. Реализовывая этот проект, мы все учимся, начиная от проектировщика и заканчивая подрядчиком. Было очень много вопросов технических, даже технических вопросов, которые надо было решать коллегиально в процессе реализации этого проекта. Здесь можно говорить о том, что колледж далеко шагнул вперед по сравнению с остальными объектами, благодаря тому, что с самого первого момента, начала реализации этого проекта работали все вместе. Зданию Государственного профессионально-технического колледжа машиностроения имени Шмырева более полувека. Поэтому капитальному ремонту и модернизации в реализации проекта придается очень большое значение. Работы проводятся в трех блоках – учебном, производственном и общественно-бытовом. Предусмотрена их полная термореновация. Она включает в себя целый комплекс мероприятий – замену деревянных оконных рам и витражей на окна ПВХ, утепление дверных проемов, цоколя и многое другое. Большие изменения запланированы в устройстве вентиляции. В здании будет установлена приточно-вытяжная система рекуперации тепловоздуха. А установленный на крыше здания гелиоколлектор с накопительными баками на 2000 литров позволит полностью удовлетворить потребности колледжа в горячей воде. В начале было объекта в ноябре. На 1 февраля освоено 90% всех денежных капитальных вложений. В ходе реализации проекта возникло дополнительно очень много работ. В том числе в связи с тем, что фасады поменялись, намного красивее стали. В пределах проекта дополнительно еще возникла потребность в дальнейшей отделке внутренних помещений. То есть это полностью было реконструировано столовая. В принципе, укладка новых полов, потолков, плитки положено, оборудование заменено. И та же самая в классах учебных и переходы внутри колледжа. На сегодняшний день реализация проекта практически в нормативные сроки мы вложились. Ну и, в принципе, видите сами на сегодняшний день, какой у нас колледж превратился в нормальное, цветущее заведение. Хотя ремонт и модернизация пилотного объекта еще продолжаются, но результат его эффективности уже очевиден. В помещениях колледжа стало намного теплее и комфортнее. И вот вы уже видите, сколько здесь мероприятий реализовано. И чувствуете, в каких комфортных условиях находятся люди. Я уверен, что реализация проекта, который представлен на этом объекте, позволит другим учебным заведениям Витебской области пойти по этому опыту и массово тиражировать те технологии, которые у нас здесь представлены. Во многом, благодаря высокой организованности всех участников проекта и комплексному подходу к финансированию, ремонт и модернизация здания реализуются согласно установленным проектам сроком. Флагманом компании и настоящим прорывом Автоваза называют новую «Ладо Веста» и уже нашумевшая в России модель была презентована в прошедшую пятницу в городе Витебске. Мультибрендовый автосалон «Витебск Автосити» собрал клиентов и автомобилистов с целью рассказать и показать преимущества «Весты». Автомобиль получился очень ярким, очень интересным, и российский автопром удивил всех гостей. Качество сборки автомобиля радует, отделка салона очень качественная, рулится автомобиль просто изумительно, дизайн яркий, дерзкий, все на уровне, и этот автомобиль действительно станет одним из конкурентов в «Б-классе» европейским брендом. В автоцентре заверили, возникнут технические вопросы, владельцам нового авто есть куда обратиться. Станция технического обслуживания сертифицирована на 34 автомобильных бренда, среди которых присутствует и бренд «Ладо». И, конечно, самой приятной особенностью новой «Веста» остается ее цена. Она в зависимости от комплектации на «Витебск Автосити» колеблется от 155 до 170 миллионов рублей. При этом покупка автомобиля возможна как в лизинг, так и в кредит. На сегодняшний день автоцентр является единственным областным официальным дилером «Ладо», продающим данную модель.